Всем привет! С вами Вячеслав Витек. И сегодня я вам покажу классную партию, стратегически цельную, позиционный мини-шедевр, который я исполнил на Ческом. Белыми фигурами играл гроссмейстер Логин Афгана29. Я посмотрел профиль. Это колумбийский гроссмейстер Андреас Галлега. Да, и вот любопытный факт. Родом из Медельина. Кто не знает, Пабло Эскобар, Меделинский картель и так далее. Итак, поехали. Д4, Д5, С4, Е6, КНЕФ3, С6. Я вновь выстраиваю славянский треугольник. ФСЦ2. Этим ходом меня в последнее время часто терроризируют. Да, такой плотный и надежный ход, дабы не было всевозможных вариантов типа Нуты Бума. Ну и, кстати, этот ход направлен также и против каменной стены. На Ф5, например, на мой взгляд, сильнейшая слон Ф4. И здесь, по моим анализам и оценкам ученых, есть проблемы. Да, поэтому я хожу КНЕФ6, КНЕФ2. Вновь такой сверхнадежный ход. Белые никуда не торопятся. И где-то планируют, может быть, провести сразу Е4. Я сыграл слон Е7 плотно и последовал ход Ж3. Играют 2-0 слон Ж2, Б6. И, по сути, у нас возникает позиция, характерная для новоиндийской защиты. Следует ход 2-0 слон Б7, Е4 и КНЕБД7. Тоже довольно типичная реакция. Черные не обязаны бить ДЕ. Белые играют ладья Е1, ладья С8 и Е5. Белые все-таки захватывают пространство. Да, пешка на Е5. Создает черные мопленные неприятности. Пешка гвоздь, но у черных довольно-таки надежная и крепкая позиция. Играю КНЕ8, СД, СД. Ферзь А4. Да, под боем пешка на А7. Но защищать ее отнюдь не обязательно. Хожу КНЕ7. Да, то есть пешку защищаю по сути тактическим мотивом. Ферзь А7 ходить нельзя. И заслон С6. И следующим ходом ладья А8. И выигрыш ферзя. Понятно, что соперник не бьет. Играет КНЕ1, А6, А4. Да, здесь планы сторон весьма понятны. За счет пешки на Е5. У белых игра, естественно, на королевском фланге. Часто КНЕ идет по маршруту. А2, Ж4 или Е3, Ж4. Дальше либо А5, А6. Либо где-то КНЕ5, СЛОНЕ5. В общем, все эти идеи, они характерны в том числе и для позиций со структурой СТАНДИЙСКОГО НАЧАЛА. Я играю Б5, ФСД1, Б4. Понятно, что и черным нужно торопиться. Где-то я хочу активизировать коня. Также вскроется линия С. Следует ход КНЕ2, КНЕ5, СЛОНЕ3, ФСЦ7. Да, такая провокация. Конкретно грожу сейчас пойти ФСЦ2. ОТВЕТ БЕЛЫХ ЕСТЕСНЫЙ. ЛАДИАЦЦ1 и ФСЦ5. Нападая на пешку Б2. То есть, каждым ходом стараюсь создавать угрозы. Если бы я промедлил, да, накат бы произошел. Но, я думаю, очень быстро. Там зачастую черные просто попадают под матовую атаку. Соперник играет ФСБ3. И здесь, как мне кажется, я придумал классную идею. Играю ЛАДИАЦЦ4. Да, понятно, что здесь мы не в пешке играем. ЛАДИАЦЦ4 бить не очень хорошо. ШОТ ДЦ ФСЦ4. Здесь приятный выбор. Я планировал играть слон Д5. И, на мой взгляд, эта позиция просто явно лучше у черных. Контроль над опорным пунктом Д5. Также пешка на 2 упадет. Соперник не бьет. Сразу уходит слон Ф1. Видимо, думая, что я там убью, например, или отойду. Но не тут-то было. Конь Б6. Продолжаем стратегию. Контроль за белыми полями. Естественно, я был готов отдать это качество после слон С4 ДЦ. На мой взгляд, проблемы могут быть только у белых. Понятно, белые не бьют. Ходят КНЖ4 и ЛАДИАЦЦ8. Как мне кажется, я решил основные проблемы. Развил активность на ферзевом фланге. И в то же время не получил мат на королевском. Здесь соперник играет слон Д3 и ферзь А4. Вот к ходу слон Д3 есть масса вопросов. Хотя этот ход тоже есть в первых линиях шахматных движков. Но, по-моему, после слона Д3 я, по сути, вынуждаю размен ферзей. А это означает, что инициатива на королевском фланге, по сути, гаснет. Мне кажется, что нужно было здесь искать что-то другое. Ну и попытаться не допустить размен ферзей. А вот после слона Д3 я играю ферзь А4. Ферзь А4, конь А4. И уже здесь соперник не выдержал. Да, под боем пешка на Б2. Как-то надо ее защищать. В Б3 особо не пойдешь. Там рано или поздно конь на стрип идет. И будет стоять очень неприятно для белых. Но в распоряжении белых был спокойный ход. Это ход ладья Б1. Пока ничего страшного не случилось. Белые просто защитили пешку на Б2. И здесь примерно равная позиция. Вся борьба еще впереди. Но гроссмейстер не выдержал. Бьет на С4. И после ДС возникает красочная позиция. Ну, во-первых, конь на Ф3 под боем. Во-вторых, у черных пешечная масса в центре и на ферзевом фланге. К тому же еще подвисает пешка на Б2. Но сразу скажу, что по сути ход слон С4 это уже решающая ошибка. И эта позиция уже не держится. Давайте досмотрим, как я реализовывал. Следует ход конь Д2. Взяли на Б2. У черных еще и пешка за качество. Слон Ж5, слон Ф8. Мне кажется, размин здесь не нужен. Да, просто ушли. Слон на Ф8 стоит здорово. Конь Е3, С3. Конь Б3. И конь Д3. И уже здесь можно отпускать занавес. Черные выиграют качество. И остается с выгодной позицией. Соперник сыграл король Ф1. И здесь я решил еще немного покуражиться. Сыграть на красоту. И пошел слон Ф3. Да, то есть пытаясь полностью парализовать белые фигуры. Соперник играет конь С2 и А5. Вновь не тороплюсь забирать. Но дело в том, что на коне А5 я планировал сыграть ладья А8. Ну и дальше там забираю пешку. Не знаю, там на конь Б3, наверное, просто забрал. Или сначала забрал, наверное, на С1. Да, потом забрал на А2. И получил выигранную позицию. Да, соперник не бьет на А5. Ходит ладья А3. Бью на С1. Слон Д5. Слон еще на Д5 занимает идеальную позицию. Ну и после король Е1, хожу А6. Слоны Ф4 и А4. Да, здесь соперник уже признал себя побежденным. Ну, понятно, что по сути от хода Б3 нет защиты. И черные остаются как минимум с большим материальным перевесом. Да, вот такой разгром, который я учинил колумбийскому гроссмейстеру. Мне понравилась данная партия. На мой взгляд, она получилась стратегически цельной. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.